Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Ну или какао, вот вы так вот стереотипы рушите и скажете, нет, пью какао, пью свежевыжатый сок, либо пью воду. К примеру, давайте сделаем небольшой опрос. 202-11-22, так, в последний раз практически повторяю вам номер телефона этого, думаю, все запомнили, думаю, все уже в курсе, поэтому звоните, расскажите, поделитесь своими секретами бодрого, хорошего вам утра. Так, ну а я вам буду представлять тех гостей, которые со мной сегодня подискутируют на тему, да, чай или кофе. Я так понимаю, что вы любите и чай, и кофе примерно одинаково, в равной степени, ну, поделитесь с нами тоже. Итак, представляю вам у нас в студии Марина Баранова и Анна Белоусова. Здравствуйте. Так, ну, Марина у нас как руководитель территории правильных напитков, да, а Анна у нас бартендер, правильно? Анна, первый вопрос к вам, кто такой бартендер? Человек, который занимается напитками, приготовлением разных напитков. В данном случае, если мы говорим про территорию правильных напитков, это безалкогольные, вкусные, горячие, разные напитки полезные, органические, в данном случае. Ну, и конкретно, если относить к нашей сегодняшней программе, чай, кофе, маты, поговорим об этом чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже, да. Для начала хочется узнать, с чего вы начинали сегодняшний день. Вот сегодня мы в 13.05 собрались здесь, бодрые, активные, веселые, благодаря чему? Марин. Я начала свой день с габы. Это чай, который мы, кстати, сегодня будем готовить. Я про него немножко расскажу. То есть он является таким довольно-таки новым чаем по сравнению с обычным чаем, о котором мы говорим, там, черный или зеленый, ну, как правило, да. Поэтому мы выбрали сегодня самые интересные виды чая, интересный метод для того, чтобы сделать кофе, вкусный кофе. Мы выбрали Кемекс, вот он, кстати, у нас на столе находится. Поэтому, вот, собственно, я начала свой день с чая габа. Анна, благодаря чему вы такая бодрая, активная? На самом деле каждый день по-разному. Ну, сегодня я начала день с тигуаниня. Это такой чай. Вот, но он довольно легкий, я бы сказала. Он не дает ни бодрости, ни расслабляет. Он скорее как-то немножко настраивает, что ли, вот, на новый день. На новый день настроили. Да. Так, хорошо, вот так вот, дорогие друзья. Я, не просто тут выбор, чай или кофе, чай в пакетиках и кофе растворимый, нет. Тут действительно настоящий эстет, настоящие ценители напитков, вкусных, правильных, полезных. Так, я предлагаю как раз перейти к завариванию первого вида чая. Что сегодня будет? Марина, расскажите, пожалуйста, что первое. Что первое, я предлагаю начать с чая Габа, про который я только что рассказала. Собственно, это такой чай, пока я буду все готовить, сейчас вкратце про него расскажу. Это чай, который изобрели в Японии не так давно. Вот, потом он очень перебрался в Тайвань, так сказать, как чай, который они очень любят. Вот, это чай, который тайваньцы называют бизнес-чай, пьют его на бизнес-переговорах. С чем связано, дам пока познакомиться с этим чаем. Вот. Это чай, который при ферментации, ферментация, это, получается, происходит без доступа к кислороду, с использованием азота. За счет этого в чае образуется гамма-аминомасляная кислота, которая, она вообще является таким лекарственным средством, очень полезным. Поэтому чай, он полезен, он улучшает мозговую деятельность, он пробуждает, снижает немножко давление. Ну, в общем, дает силы к новому дню. Поэтому рекомендую не только день с него начинать, но и просто можно в течение дня подбодриться этим чаем. Вот. Собственно, будем его медленно готовить. У нас сегодня практически не просто так чаепитие, да, и кофе-пауза будет. Да. Чайная церемония немножко. Чайная церемония, мало того, что еще и с химической точки зрения, да, все это расскажете. Как это происходит именно на уровне каких-то химических процессов? Само собой, само собой. Мы сегодня будем пить чай габу из японских чаш. Прежде чем пить любой чай, вообще любой напиток горячий, рекомендуется посуду прогреть. Вот. В чем мы будем готовить, заваривать? Это называется гайвань парфоровая. Это китайская такая, сказать, атрибутика посуды. Чайная церемония, чем она интересна, это сычуаньская гайвань, вот. Сычуань – это одна из провинций в Китае, где вот панды как раз сычуаньские, которые валяются в снегу. Вот. Собственно, и здесь, чем она хороша? Она стоит из трех предметов, и помимо того, что в ней можно заваривать, из нее можно просто пить. Это тоже один из таких старинных методов, собственно. Вот. Но так как нас сегодня трое, мы пьем из нее втроем, вот. На самом деле гамма-чай, он чем интересен, он еще и по-разному проявляет себя при разной температуре. То есть, если заваривать его температурой до 50 градусов, он будет как обычный чай, он очень полезный, но как обычный чай. Если заваривать его уже температурой выше, то как раз вот эта гамма-аминовая масляная красота образуется, и мы ее, собственно, получаем. Сейчас мы завариваем, ну, практически кипятком. Мы сейчас завариваем в 80 градусов температура. Да, первый пролив всегда мы выливаем, то есть, таким образом мы будем чай, можем с ним познакомиться уже в горячем таком виде. То есть, да, лепесточки у нас, листочки раскрылись немного. Да, 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 все верно, они начинают раскрываться. Вообще, этот чай очень интересно раскрывается, его даже можно просто пить в чашах, то есть, каждому в чашу. Вообще, просто чай пить в чашу – это самый старинный метод. Потому что, наверное, каждый глоток отличается от предыдущего, я так понимаю. Естественно, это любой наш чай, который есть в территории правильных напитков, он проливается много раз, то есть, его можно заваривать от 5 до 12 раз, к примеру. Вот, поэтому можно проследить как раз весь путь чая и насладиться полностью от самых первых заварок до там самых-самых что-нибудь. Так, давайте я объясню, я так понимаю, что вы как раз сейчас прогрели, да, посуду. Да, я прогрела посуду сейчас. И выливаете уже, чтобы просто у вас было... Собственно, да, собственно, уже чай готов, мы сделали термос, чтобы не использовать. Вот, на самом деле, чай уже начинает раскрываться, он уже готов, и первый пролив. То есть, это не нужно ждать 20 минут? Абсолютно, нет, если мы будем ждать 20 минут, то тогда мы получим очень-очень крепкий настой. Так, отлично. Возникает вопрос, думаю, не только у меня, но и у наших телезрителей. Да, сейчас все это было очень красиво, действительно настоящая чайная церемония. Неужели и дома? Спасибо. Чашу держат двумя руками по традиции, поэтому если мы пьем, мы держим ее вот так. Вот, но это такое соответствие традициям чайной церемонии, это рекомендации, ни в коем случае на вкус чая это как-то совсем не влияет. Да, но просто если мы говорим про символику, да, если мы говорим про культуру питья чая, то как раз нужно об этом знать. А неужели дома все так же происходит? Либо, не знаю, чай из пакетиков где-то... Это же абсолютно просто, просто я вам все это рассказала, для чего и что, вкратце. Дома можно взять вот такую чашу, положить сюда немного чая и заливать. Вообще, как я уже говорила, это самый старинный метод питья чая, то есть как он появился, китайский император, сидел под деревом, под чайным деревом, тогда не знал, что это чайное дерево, и у него была как раз-таки такая вот чаша с водой, упал чайный листик, как он заварился, и таким образом, собственно, появился чай, ну, много-много лет назад. Да, одна из легенд, я так понимаю. Соответственно, ну, так и было. Так и было. Кто во что верит, как говорится? Ну да. А во что верите вы? В бодрость чая, либо в бодрость кофе? Давайте узнаем у наших телезрителей, что же они предпочитают, чай или кофе, а после вернемся в эту студию и продолжим наш интересный разговор. Я больше предпочитаю пить чай. Ну, как-то больше к нему привык, во-первых, а кофе все-таки зубы немножечко портит, вот, и чай как-то, ну, лучше согревает. Для меня полезнее кофе. Я знаю, что есть люди, которые любят пить чай, а есть люди, которым кофе не воспринимает организм. Что касается меня, кофе – это мой напиток, поэтому я за кофе. Полезнее всего, конечно, зеленый чай. Можно с травками пить, с вкусными и приятными. Но пью, к сожалению, кофе. Ну, конечно, полезнее чай, потому что издавна известно, что травяная медицина, вот это вот все помогает укреплять организм. Кофе содержится кофеин, который можно, мне кажется, не всем людям, а вот чай, он поднимает как-то общий тонус организма, особенно полезен зимой. Это вообще на любителя на самом деле. Ну, лично я чай пью черный, а лучше с мятой, с душицей. И приятно, и необременительно. А кофе все-таки начинает немножко организм колебать. Вообще я люблю кофе, но мне кажется, полезнее чай, потому что кофе там больше кофеина, вот, что довольно-таки вредит здоровью. Ну, чай, он будет больше полезнее, особенно если зеленый, на травах. Чай полезнее, ну, для меня лично, особенно травяной, особенно зимой. Потому что в разных ситуациях разные напитки, ну, зимой для меня травяной чай больше. Да, действительно, очень многие почему-то говорят, что кофе вредит здоровью. Я отлично нашла такую информацию. Если вы ежедневно будете выпивать чашечку кофе, это поможет вам минимализировать риск возникновения камней в желчном пузыре и циррозе печени. Вот так вот. И у любителей кофе аж 60% снижается шанс заболеть болезнью Паркинсона или Альмгейм. Альмгейм. Ой, не могу выгонуть даже. Да, думаю, догадались. 202-11-22, телефон нашего прямого эфира, ждет ваших звонков. Я знаю, что у нас уже есть первый звонок. Как зовут вас? Уважаемый телезритель, как зовут? Пропал наш телезритель. Пока не можем до моего услышать. Надеюсь, вы нас слышите, поэтому звоните. 202-11-22. Расскажите, пожалуйста, что вы предпочитаете с утра, чай или кофе? Какой напиток ваш любимый? Здравствуйте, как зовут? Алло. Алло, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вы с чего начинаете свой день? Да вообще, какой напиток в течение всего дня предпочитаете выпивать? Чай? Я, конечно, люблю кофе, но предпочитаю чай зеленый. А почему кофе любите, но стараетесь не пить? Ну, сегодня у последнего времени просто привычка. Сменили привычку. Хорошо. Какой зеленый чай? Быть может, с каким-то вкусом? Быть может, с какой-то добавкой? Жасмином, к примеру. Ну, классический, конечно же. Жасмином пробую все с добавками. А вот такой чай, который сегодня заварили наши замечательные гости. Кстати, Марин, как повторить его называется? Габа Гуйфей. Габа Гуйфей. Пробовали ли? Пробовала и аналогичные пробовала чай, да. Как вам? Не нравится, я ничего не могу сказать. Впрочем, нравится, конечно, вкусный чай. Интересно пить, конечно. Хорошо, спасибо большое вам за ваше мнение. Скажите, пожалуйста, есть, может, ваш какой-то вопрос к нашим сегодняшним гостям, к экспертам в этом? Да, конечно. Давайте. Вот вы знаете, я вот бесконечная самарчанка, да? Русский человек. Ну, мне порой как-то обидно иногда смотреть с экрана, когда рассказывают о китайских традициях, о восточных традициях. Так интересно, так приятно слышать. Но мы же живем в России. У нас столько интересных традиций русского чая. Вот мне хотелось бы узнать, да, девушки узнают о традициях русского чаепития. А какие травы они знают русских чаепитий? Пили они? Понравились ли они им так же, как они пьют китайские чаепития? Может быть, они назовут их чаепития? Их лечебные какие-то качества. Их столько много. Ведь настолько много хороших, полезных, целебных трав растет. Их нужно собирать, и они намного полезнее, потому что они растут на нашей земле. Спасибо вам большое. Да, действительно, очень интересное мнение. Мне кажется, в каждой стране есть свои традиции чаепития. Русское чаепитие. Ну, это очень красиво. Это самовар. Это сапог сверху, да. Это... У нас даже были такие мероприятия именно с русским чаепитием. На самом деле, у нас же бар органических напитков. И там есть не только китайские чаи, то есть есть чаи из различных стран. И чаепития, которые мы делаем, они тоже являются разными. То есть традиции каждого. А что касается трав, вот был вопрос. Естественно, у нас есть всевозможные травы. Причем мы делаем акцент именно на собранные в Самарской области травы. Потому что, когда люди живут в каком-то регионе, то те травы, которые произрастают ближе, они оказывают большее воздействие, более мощное, более сильное. Поэтому у нас есть иван-чай, чабрец, душица. И они все полезные. Они в достатке. То есть и очень приятно, что к нам приходят гости, когда они просят сделать какой-то вот такой чаек. То есть, в принципе, ценители именно русского чаепития у нас, по крайней мере, в нашей Самарской губернии, они есть. И мы на самом деле очень рады. Вот у нас в ближайшие выходные, 30-31 января, будет проходить лекция с мастер-классом. Это как раз будут русские ребята, они называют себя Лаос-Ти, которые в Лаосе выращивают чай. То есть они сами это делают, делают из семечек. И они очень глубоко занимаются, глубоко разбираются во всех вот этих чайных делах. И очень много могут интересной информации рассказать. Кстати, мы готовы пригласить всех. То есть субботы и воскресенье в территории правильных напитков. Красноармейская 2. Давайте не быть, да. Но, собственно, они, кстати, вот именно и занимаются продвижением и выращиванием чая. Можно сказать, что это русские люди, которые выращивают чай. Очень приятно, что, ну, как бы все традиции, они учатся, может быть, где-то у китайцев, где-то в странах Азии, Тайваня. Но в целом они все это несут к нам, а мы хотим этим поделиться, получается, с нашими гостями. Ну да, возвращаясь, наверное, к каким-то русским традициям, хочется сказать, что действительно травы наши, они на самом деле очень вкусные, очень полезные. Я лично, к примеру, очень люблю заваривать чай с липовым цветом. Помогает и от простуды, да и вообще иммунитет укрепляет. Поэтому, мне кажется, да, липовый цвет – это наше все. Очень вкусно, очень полезно. Так, хорошо, немножечко о чая рассказали. Ну, сегодня мы все-таки устроили дилемму, да, чай или кофе. Что полезнее, что вкуснее. Все-таки бодрит с утра, мне кажется, лучше кофе. Я вот лично кофеманка, честно говоря. И люблю кофе с утра, поэтому не могу у вас не попросить какой-нибудь вкусный рецепт приготовления этого бодрящего напитка. Ань, я так понимаю, что в этом деле вы у нас спец. Да. В данном случае есть такой очень простой объект. Я бы даже сказала немного арт-объект. Такая ваза, я бы сказала. Немного ваза, да. Да, не знаю, что это сказала, но такая интересная ваза. Он называется Кемикс. Придумали его в 41-м году Питер Шлюмбо. Это изобретатель, химик. В 50-й год это был самый популярный способ заваривания кофе. Он хотел создать объект, который отвечал бы эстетическим взглядам своего времени. И 70 лет дизайн этого объекта не меняется. На данный момент он стоит в музее современного искусства в Нью-Йорке. И на самом деле уникальность его заключается в том, что приготовление кофе в нем очень просто делается. Для того, чтобы приготовить... Я думаю, что мы, наверное, уже перейдем в приготовление, да? Да, давайте, давайте. Отлично. Для того, чтобы приготовить кофе в Кемиксе, необходимо иметь вот такие бумажные фильтры. В данном случае они крафтовые. И принцип заваривания кофе в Кемиксе заключается во взаимодействии такого вот фильтра бумажного, абсолютно гладкой воронки стеклянной. Я думаю, что я сейчас подготовлю сразу кофе, чтобы перейти и комментировать. Да, мы сейчас попросим Анну прийти к нашу импровизированную такую кухню, к мини-бар. Отлично. В данном случае я выбрала кофе из Мексики. Это свежая обжарка. Но дело в том, что для приготовления кофе вот таким способом нужна средняя обжарка, то есть не сильная. Очень ароматный. Да, давайте я сегодня буду дегустировать. Дегустатор. Кофейный сомелье. Очень ароматный, да. Отлично. Так, у меня специальные весы, то есть все... Весы нужно обязательно, да, для того, чтобы заварить определенный объем, нужно определенное количество зерен. В данном случае, я думаю, что мы будем заваривать около 500 миллилитров. И для этого потребуется 35 грамм кофе. Вот так вот. Не по зернышкам считают, но... Фактически по зернышкам. Фактически по зернышкам. Ну, по граммам. По граммам. Отлично. Так, Аня, пока вы готовите нам ароматный кофе, я хочу у наших телезрителей все-таки узнать историю чая. Ведь, если вы ответите на мой вопрос, вы получите традиционные наши подарки, а это именно сертификат кабинета красоты Татьяны Храмовой на 500 рублей. Я думаю, отправиться туда есть многие желающие. Многие желающие хотят как-то что-то сделать своим лицом, волосами, быть может. Поэтому звоните, дозванивайтесь, отвечайте на мой несложный вопрос. Когда отмечают Международный день чая? Такой вопрос мы сегодня для вас подготовили. 202.11.22. Ответите верно, получите сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Так, ну а мы, да, немножко пошумим пока. Ого. А, не включила. Сейчас, секунду. Немножечко технические проблемы, технические сложности, но прямой эфир, а то и прямой эфир. Для того, чтобы... Да. Мне страшно просто сосать. Так, да. Закончила у нас свой монолог кофе-машины. Ой, ну аромат раскрылся, мне кажется, еще... Сейчас еще больше раскроется. Ой, я не могу. Я так обожаю запах кофе, поэтому уже не хочу практически вас мучить своими вопросами. Хочется насладиться этим замечательным ароматным напитком. Пока у нас готовится вода, я могу сказать, что для того, чтобы приготовить вкусный кофе, важно соблюсти несколько деталей. То есть, важна обжарка, насколько она свежая. Безусловно, важна вода, температура воды, качество воды. Вода желательно должна быть мягкой. Ну и, конечно же, фильтры, то есть все, что там необходимо для того, чтобы приготовить вообще в техническом плане. Вот, нужны весы обязательно. А сколько, кстати, как надо рассчитывать по граммам кофе? То есть мы сейчас... Примерно на 200 миллилитров кофе, 210 миллилитров, уходит порядка 17-18 грамм кофе. Вот так вот, дорогие друзья, да, если дома будете заваривать для себя, для своих родных и близких, то эти пропорции вам помогут сделать вкусный, ароматный напиток. А у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы что предпочитаете? Чай, кофе, быть может какой-нибудь другой напиток? Вообще, я предпочитаю какао. Какао, ну вот так вот, хорошо. Утром себя балуете этим сладким, вкусным напитком? И утром, и днем, и с вечером. Утром, и днем, и вечером. Ну, это замечательно. Настроение, главное, поднимает? Очень. Очень. Хорошо. В этом и есть суть вкусного, любимого напитка. Давайте с вами ответим на вопрос, когда же отмечают Международный день чая? 15 декабря. 15 декабря. Слушайте, ну вы прямо, как будто бы знаете всю чайную историю. Я вас поздравляю, конечно, это верно. Сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается именно вам. Любая процедура, которая нуждается в вашу внешность, пожалуйста, можете сходить, можете проконсультироваться. Но я думаю, будет только краше, жизнерадостнее. Спасибо вам большое за звонок. Так, что у нас тут случилось, пока я разговаривала с нашим телезрителем? Уже очень много произошло. Я бы так не сказала, что очень много. В общем, нам нужно подготовить фильтр для того, чтобы его проливать. Принцип приготовления в кемиксе заключается в том, чтобы, проливая фильтр, прежде чем засыпать туда кофе, для того, чтобы избавиться от вкуса и запаха бумаги, он начинает плотно прилегать к стеклянной воронке. И за счет этого, когда потом насыпается туда кофе, минимизируется, так сказать, его контакт с воздухом. И потом, когда проливается уже кофе, оно проходит через центр воронки, под действием гравитации, получается так. И за счет этого кофе получается очень ароматный, плотный, я бы сказала, бархатистый. Так, вот у нас тут был урок химии, когда рассказывала Марина, да, про свое, свой любимый, наверное, один из напитков, да, чай. Сейчас урок физики практически. Практически. Вы знаете, в 50-е годы, я прошу прощения, да? Да, конечно. В 50-е годы был рекламный лозунг «Пей кофе как химик». Вот именно относительно вот этого кемикса, потому что создал его именно химик. То есть он знал свое дело, понимал, что и как нужно сделать, чтобы получилось только ароматнее и вкуснее. Так, а вы что-то достали из чайника, что это такое, рассказываете? Я достала термометр. Ага, термометр. Очень важно, да, замерить температуру для того, чтобы не переэкстрагировать кофе. Сколько градусов необходим? От 92-х, 91-х до 94-х в данном случае. Очень важен помол кофе, чтобы он был равномерный, иначе он, опять же, будет не таким вкусным. Так как у нас очень хорошая кофемолка, помол у нас действительно равномерный, поэтому кофе должно получиться очень вкусным. Так, опять же, я так понимаю, мы сливаем воду. Мы пролили фильтр. Мы сейчас пролили фильтр, чтобы подготовили, будем засыпать туда. Мы пролили фильтр, да, и сейчас что нам потребуется? Так, я взяла. Нам потребуются весы для того, чтобы я контролировала количество воды. Нам потребуется секундомер для того, чтобы понимать, какое количество времени происходит экстракция. Слушайте, ну вот так вот посмотришь, и действительно баночку растворимого кофе хочется купить. Сложно, либо это потому, что сейчас мы рассказываем, все гораздо быстрее происходит. Я имею в виду в домашних, к примеру, условиях. Так ведь? Ну, это кажется, что слишком много деталей на самом деле, когда приготовишь несколько чашек такого кофе, по-другому его пить не захочется. Потому что он действительно очень вкусный. Так, не буду отвлекать Анну, сколько секунд необходимо? В данном случае мы делаем предсмачивание. То есть я сейчас делаю примерно, заливая 60 грамм воды, и около 30-40 секунд нужно для того, чтобы прошла первая экстракция. После того, как время закончится, соответственно, я доливаю основной объем. Так, у нас, да, время есть как раз для того, чтобы задать вопрос нашим телезрителям. На этот раз это будет вопрос о кофе. Поэтому, если вы любите именно этот напиток, быть может, здесь вам повезет, быть может, здесь вы знаете точный и верный ответ. Разыгрываем сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой на 500 рублей, звоните, дозванивайтесь. Вопрос звучит следующим образом. К какому семейству относится кофейное дерево? Варианты ответа вы видите на своих экранах, звоните, читайте, расскажите же нам, где рождается настоящий истинный кофе. Кстати говоря, на кофейной ветке, вот прочитала такую информацию, невозможно встретить все зерна, которые будут уже зрелые. На одной кофейной ветке могут быть и незрелые, и зрелые зерна, поэтому кофе собирают вручную, и этот труд очень-очень такой сложный. Поэтому вот такая информация, кстати, подготовилась перед эфиром, поэтому еще сильнее начала оценить этот напиток. Так, сейчас мы как раз заливаем уже все. А, еще есть, да? Отлично. Я думаю, что можно, да, еще долить немножко. Закончилась вода. Слушайте, за этим можно наблюдать. Это очень интересно. Мало того, что вкусно, я уверена, будет. Да, ну и еще и... Мы, когда готовим, мы всегда стараемся весь метод рассказать, чтобы гости заинтересовались, и, может быть, кто-то захотел дома сделать подобное. Так, я предлагаю, пока Анна у нас доделывает кофе, Марина, вы можете, в принципе, приступить к какому-либо виду чаю. Возможно, как-то подготовиться сейчас, да. Давайте вы тоже пока начинаете свою подготовку. Я тогда схожу, сделаю, подготовлю воду. Да, я вас тогда выпущу, пожалуйста, проходите. А я напоминаю нашим телезрителям, что мы разыгрываем сертификат в кабинетка с Татьяной Храмовой. Вопрос, пожалуйста, на ваших экранах. Звоните, дозванивайтесь к нам, если вы любите кофе, а то, я думаю, с этим вопросом вы наверняка должны справиться. Так, что происходит у нас? Осталось совсем немного времени. На самом деле, нам нужно уложиться в 4 минуты. Вам нужно уложиться в 4 минуты? Да, то есть, если экстракция была немного дольше, то тогда что-то пошло не так. Или помол мелкий слишком, или... Я предлагаю тогда, пока мы ждем эти 4 минуты, ждать не просто так, а пусть наши телезрители посмотрят интересную историю о чае. А как же зародился чай, где же он зародился, поэтому такой небольшой сюжет о истории чая. Давайте сейчас посмотрим на наших экранах. Чай. Его вкус знает каждый. Этот напиток завоевал популярность во всем мире. Он тонизирует, поднимает настроение, является верным спутником светской беседы и семейного вечера. Миллионы людей начинают свое утро с употребления именно этого напитка. История чая включает в себя ряд спорных исторических фактов и легенд, берущих свое начало с давних времен. Долгое время родиной чая считался Китай. Однако сегодня достоверно известно, что упоминания о чае давно существовали в Индии, Тибете и на юге Гималаев. Поэтому до сих пор ведутся споры о родине этого напитка. Но большинство экспертов склоняются к мнению, что чайной родиной является все же Китай. Стоит отметить, что первоначально люди жевали чай, а не заваривали, ощущая при этом чувство бодрости и прилив сил. И только в начале нашей эры постепенно стали появляться многочисленные способы заваривания. Были среди них очень необычные варианты. К примеру, когда-то чайные листья заваривали солью, предварительно измельченной в мельчайшую пыль, взбивая все до белой пены. Далее долго экспериментировали. Чай варили, томили и лишь с 13-14 века стали заваривать приблизительно так же, как делают это сейчас. Статистика показывает, каждый день в мире заваривается 3 миллиарда чашек чая. Рекордсмены чаймены – англичане. В Англии на душу населения приходится 4,5 килограмма чая в год. Это значительно больше, чем в Китае, Индии, России, США, Японии и Канаде вместе взятых. Кстати, родина чая Китай занимает 10-е место в мире по потреблению этого напитка. Так, ну что ж, проходите, да, мы сейчас тут уже практически заканчиваем свое приготовление. Ань, кофе готов? Кофе готов, и для того, чтобы перед тем, как его попробовать, нужно немножко взболтать, для того, чтобы насытить кофе кислородом. А я пока поговорю с нашей телезрительницей, либо с телезрителем. Давайте узнаем, кто же к нам дозвонился. Как зовут? Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Ну, не могу не спросить у вас, что вы предпочитаете пить чай, кофе, какой-то другой, может, напиток? Особых предпочтений нет. Нет. Но если есть праздник, если мы вместе собираемся, то почему-то кофе. А какой кофе, кстати, любимый? Капучино, быть может. Капучино, да. Капучино, отлично. Я тоже люблю капучино с корицей. Очень вкусно, ароматно, приятно. Давайте рассказывать, к какому же семейству относится кофейное дерево? Кофейное дерево относится к семейству Марионовых. Угу. Но у меня еще есть вопрос. Конечно. Если вы поражаете к девочкам, к организации мероприятия. Конечно. Давайте какой-то вопрос. Если что, ответим вам уже за эфиром, потому что времени не так уж много. Давайте, давайте. Хочу просто уточнить, в какое время на Краснодармейской 2, как они сказали, будет это мероприятие? Когда можно подойти? Так, давайте мы после эфира уже с нашим телевизором зазвонимся, чтобы на это время не тратить, и уже расскажем. Я, кстати, Наталья, вас поздравляю. Сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается, конечно же, вам. За правильный ответ вам спасибо. Так. Ну, я думаю, что вы можете вот так взять его, во-первых, эстетически очень приятно держать, да. Очень красиво, очень приятно. Я думаю, что можно разлить. Да, я думаю, что... Так, давайте я готов. Можно разлить туда, в чашу, в принципе, я снова. Да, вы пока разливайте. А Марина нам уже начинает делать другой напиток. Что это будет за напиток? Мы сегодня взяли много всего, и вы выбрали сейчас мачо. Мачо – это японский чай, он еще называется мачо. Вот. Вы выбрали сегодня его по той причине, что он интересно готовится. Для приготовления его используется такая штука, называется тиван. Это японская керамика, раку, хендмейд такой. Вот. Это такая большая чаша. Она довольно-таки широкая для того, чтобы было удобно, так как этот чай, он готовится при помощи вот такого бамбукового венчика. Что чай взбивается. По полезности и по свойствам этот чай самый полезный, считается, по той причине, что он и это единственный чай, который мы едим и пьем. Вот. Это такой зеленый порошочек. Я не знаю, видно это или нет, или я вам покажу. Давайте я... Технология изготовления, если вкратце рассказать, такова, что зеленые листья чая перед сбором, за 30 дней до сбора накрывают полиэтиленом, а за счет этого хлорофилл аккумулируется, и далее идет сбор, и чайные листья, они перетираются при помощи каменных жерновов, и получается вот такая вот... Зеленый, да. Ярко-зеленый порошок. Кстати, этот чай, он еще используется в кулинарии очень активно, добавляется в смузи, добавляется в различные чизкейки, они получаются ярко-зеленые, красивые. Этот чай сумасшедше полезен. Слушайте, ну первое, что возникает, неужели это натуральный цвет, потому что действительно очень-очень ярко. Конечно, японцы, они настолько скрупулезны, что не позволят в своем чае... Каких-то добавок. Абсолютно, и тем более мы все напитки, которые у нас можно попробовать, они все органические, полезные, и мы как раз-таки этот стиль жизни и пропагандируем, что нужно... Да, вот на такой маленькой ложечке... Это бамбуковая ложечка, кладется две ложечки на объем 100 миллилитров. Далее венчик, вот уже мне Аня помогла, его нужно смочить для того, чтобы он стал более мягким, потому что он довольно-таки ломкий. Для приготовления нужна вода примерно 70-80 градусов, то есть она должна быть очень горячей. Вот, мы заливаем немного воды сюда, пока первую часть вставлю. Вот, берем, собственно, венчик, который мы уже предварительно смочили и начинаем взбивать. Взбивать – это тоже очень интересная вещь. Мы взбиваем круговыми движениями против часовой стрелки, создаем такой вихрь внутри тивана. Обязательно против часовой? Это какая-то, опять же, традиция? У японцев есть вот такая вот книга толстая, японская чайная церемония, как готовить мачо. Они все скорпулезно прописали, вплоть до того, с какой ноги нужно в чайную комнату вступать, с какой отступать, и все это имеет свое, ну, как сказать, обоснование. То есть это не просто так. То есть это все уходит корнями в древность, в историю. То есть это не просто такие хотелки. Видите, появляется такая пеночка зеленая. Вот далее мы начинаем писать букву W. Вот так вот, дорогие друзья. Есть у меня знакомый один, который говорит, что ему сахар в чай надо перемешивать сто раз. Якобы так вкуснее, да. И свою супругу заставляет именно так и делать. Так, у нас остается буквально одна минута до конца нашего эфира. Успеем ли мы сделать это? Само собой, Юля. И вы первые, кто его попробует? Прямо можно вот так вот пробовать. Абсолютно, нужно. Слушайте, это очень что-то необычное. Его лучше пить до пяти часов вечера, потому что он очень мощный, бодрящий. И вот ста миллилитров это вполне хватит. Слушайте, эта пенка, эта пенка замечательная. Да, такой сладковатый. Очень вкусно, очень интересно. Так, но я не могу не попробовать кофе. И сегодня просто-напросто день полезности. Кстати, могу сказать по поводу кофе. Мы привыкли пить кофе с сахаром и молоком, но я могу сказать, что они обычно, молоко обычно сглаживают углы, и настоящие вкусные зерна, они не раскроются, и не почувствуешь настоящего вкуса кофе, если будешь пить чем-то. Ну что ж, дорогие друзья, ну мы, наверное, будем закругляться, потому что очень много здесь наготовлено, поэтому вся съемочная группа, извините, прервется на чайную паузу, на кофе-брейк. Вам же желаю всего самого хорошего, пусть ваш день будет добрым, бодрым, веселым, ну а поможет вам это, конечно же, ваши любимые напитки. Чай, кофе, какао, что предпочитаете, собственно говоря. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»